Сегодня мы продолжаем серию портретов, в которых мы рассказываем к предстоящему столетию Московской государственной академической филармонии, о тех замечательных музыкантах, выдающихся артистах, которые связаны с историей Московской филармонии. И так уж получилось, что я уж такой архивариус, который знал их, этих великих музыкантов, с которыми я имел честь быть знакомым. И сегодня мы рассказываем о гениальном музыканте, велончелисте, дирижёре, педагоге, композиторе, общественном деятеле, гражданине мира, Мстиславе Леопольевича Ростроповича. Этот рассказ будет не очень обычным, потому что о нём написаны книги, сняты фильмы, и имя его известно, я думаю, что не едва ли каждому человеку, который знает и любит музыкальное искусство. Но так уже получилось, что мы сегодня снимаем нашу передачу в таком особом пространстве. Мы находимся в доме композиторов. Это жилой дом с лёгкой руки издателей. Он называется Домом Староялей. И в этом доме жил великий музыкант Мстислав Леопольдович Ростропович. Жил он со своей семьёй, с Галиной Павловной Вишневской, со своими замечательными дочерьми Ольгой и Еленой. И так получилось, что я тоже живу в этом доме. Мы очень хорошо были знакомы, виделись. Здесь, на нашем доме, на том доме, в котором мы находимся, висит замечательный барельеф с портретами Ростроповича и Вишневской. Потом открыли памятник здесь рядом, замечательной церковью, которую очень любил Слава. Я буду его так называть, потому что, во-первых, он очень любил, когда Слава называли. И я имел эту привилегию. И он любил, когда ему говорили «ты». Он был таким, каким. Он был человеком невероятно ярким, невероятно темпераментным, невероятно талантливым бесконечно. Я помню очень многое связанное с ним, потому что, по разным обстоятельствам в своей жизни, он забывал ключи. И тогда, у меня появлялись счастливые моменты, потому что раздавался резкий звонок в нашу дверь. Открывалась дверь. Сначала входил огромный футляр на колесах. Это была его виолончель. Потом входил он со своей потрясающей, так сказать, обаятельной улыбкой, с медвежьими объятиями. И начиналась особая церемония, потому что для этого я всегда знал, что в моем морозильнике есть его любимые пельмени. И я думаю, что и все, что соответствует такому событию. И это был всегда замечательный разговор. И можно было обсудить его концерты последнего времени, его планы. И это было всегда безумно интересно, обаятельно. И все это происходило до тех пор, пока не появлялась царственная, невероятно красивая Галина Павловна Вишневская, которая смотрела на нас таким, так сказать, строгим взглядом. И виолончель возвращалась в квартиру напротив, на нашей лестничной площадке, где жила семья Ростроповича. Вы слушали его концерты всегда. И еще была такая незабываемая краска. Он открыл такую серию концертов, велончельных концертов, абонемент, где он играл историю велончельного концерта. Все знают историю его взаимоотношений с государством, с властями. И наступил этот драматический или трагический момент в его жизни, когда он должен был покинуть наш дом, в нашу страну. И потом, через несколько лет, его лишили гражданства. Прошло несколько лет, и я должен был лететь в Америку. И председатель иностранной комиссии союза композитора Владимир Леонтьевич Щербак сказал мне, я посмотрел твой маршрут, и ты должен быть в Вашингтоне. Там сейчас начинает работать, и он живет там, Ростропович. И я тебе хочу сказать, что не делай этого, ты не имеешь никаких возможностей с ним встречаться. И это в твоих интересах. Когда я прилетел и вышел из самолета, первое, что я сделал, я набрал его телефон. Он у меня был, потому что до этого я встречался здесь с его сестрой, она жила на даче в Жуковке. Мы и там тоже совпадали, потому что мы тоже летом жили в Жуковке, снимали дачу. И Вероника Леопольдовна, Ростропович, тоже дала мне все координаты, и я знал, что я его вижу. И я набрал его телефон. Разговаривать было очень сложно, потому что оба кричали. От эмоций, от радости, от возможности повидаться. И он меня позвал на завтрак на утро в отель Watergate. Он жил в этом отеле. В 9 утра я был у него, он сказал, тебя ждет сюрприз. Это было бы не слава, если бы, когда я пришел, там было очень много официантов и въехал такой огромный на тележке лобстер. Ну, не буду говорить, что в 1977 году, а это происходило именно тогда, я и слова такого не знал. Поэтому это был мучительный процесс такой, больше похожий на кино, чем на разговоры. Потом я должен был одновременно рассказать все московские новости. И, может быть, завтрак и не получилось, но зато можно было увидеться. А потом мы вышли оттуда вместе, потому что он пошел на свою репетицию. И в это время он уже начал работать, он принял это приглашение, стать главным дирижером Вашингтонского национального оркестра. В Вашингтон симфония оркестра шел Слава, вышагивал, я бы так сказал. На поводке у него была маленькая собачка. Я очень хорошо помню, и многие это так или иначе читали про это. Маленькую собачку звали Пукс. Это из книги Войновича об Иване Чонкине, потому что там была маленькая собачка Пукс, которая расшифровалась как «Путь к социализму». И вот самая была такая неожиданная для меня вещь. Мы шли по этой широкой, замечательной улице, и все машины, которые ехали, они тормозили и гудели. Его знали все. И когда закончилась эта репетиция, он сказал, вот теперь у меня к тебе маленькая просьба, потому что этот оркестр выпустил майки в мою честь, с моим как бы таким портретом. Одна майка для тебя на память, а другую передай Веронике. Это его любимая сестра, которой я уже о ней сказал. И тут я вспомнил, что я возвращаюсь домой, вспомнил, что меня может ожидать в любой момент, когда меня уже, так сказать, предупреждали. И потом я уже очень хорошо помню, что с этой майкой я поступал как в книгах моего детства, так обычно прядали знамя полка. И я надел обе эти майки, свою и майку Вероники. Надел сверху свитер, потом надел куртку, потом надел шарф, потом пальто. И в этом, так сказать, закрытом состоянии я очень благополучно, так сказать, прилетел в Москву. И первое, что я сделал, конечно, я поехал в Жуковку, именно там в это время жила Вероника, передал, рассказал, передал привет и подарил ей эту майку. Свою майку я, конечно, тоже сохранил, храню ее до сих пор и буду хранить ее всегда. И я думаю, что это был самый памятный сувенир, который я получал в своей жизни. Слава приезжал во время путча, тоже об этом очень много написано и сказано. он не предупредил Галину Павловну, и она страшно волновалась. Но, тем не менее, все благополучно закончилось, ему вернули гражданство, и он вернулся вот в этот дом. Ко всему, что я говорил о Славе Ростроповиче, о Всеславе Леопольдовиче Ростроповиче, должен все-таки вспомнить, что он был трижды председателем жюри международного конкурса имени Чайковского. Он был заведующим кафедрой Московской консерватории и Ленинградской консерватории. Вообще его ученики потрясающие, потрясающие. Таташа Шаховская, Маша Чайковская, Иван Манегетти, Харина Георгиан, Давид Герингас. Это все были первоклассные музыканты, и они все играли на многих конкурсах, побеждали, он был потрясающим педагогом. Консерваторский класс становится тесным, когда профессор Ростропович дает открытый урок. Студентка четвертого курса Мария Чайковская. Так, теперь, может ли быть сыграна вторая фраза, которая начинает в первой конкурсе сначала с Добыкара, а вторая с Добыкара? Может ли она даже так начинаться, как с Добыкара? Нет. Уже прожит кусок жизни. Я думал, что когда-нибудь я буду писать какие-нибудь диссертации или работы, я обязательно напишу работы о репризах. Потому что репризы, с моей точки зрения, никогда не могут быть одинаковыми экспозициями. Конечно, его достижения уникальны, но мы сегодня постарались рассказать о Ростроповиче немножко с каким-то другим ракурсом нашего разговора. Перечислить все его достижения в музыкальном искусстве в нашем формате практически невозможно. И поэтому, когда сейчас столетие филармонии уже не за горами, я думаю, что этого великого музыканта, чью память чтят во всем мире, но и Московская филармония будет всегда считать за честь, что Всеслав Леопольдович Ростропович, слава, был ее великим солистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова